Продолжение следует... Первый вопрос. Если ванная и туалет, в скобках унитаз, в одном помещении, нужно ли перед тахаратом закрывать крышку унитаза? То есть женщина, прежде чем заходит в туалет, должна говорить, То есть, прежде чем зайти в туалет, женщина должна пронести тот дуа, который упомянул шейх, и должна заходить в туалет с левой ноги. А когда вы выходите, вы выходите с правой ноги, говорите? Гофраник. Гофраник. И так как пришло в вопросе, что нужно ли закрывать или нет, говорите, этого делать не нужно. Так же, если в подобном помещении совершается полное мовение гусу, то есть так же она вслух не произносит бисмиля, однако произносится скрыто. У нас есть такое правило, которое гласит, что мы не можем обязать людей тем, что не пришло от пророка. Как говорит здесь, например, есть вещи, которые говорят люди, как, например, закрывать унитаз. Или же говорит какие-то вещи, в которых есть суеверие. Эти вещи вообще не отнимают никакого отношения к религии, а мало того, что суеверие является малым ширком. Как, например, закрывать глаза в молитве. Это не пришло от пророка Салава Ассаламу. Основа в том, что надо смотреть в то место, которое делает Сажда. А некоторые люди могут сказать, нет, когда закрываешь глаза, это как бы приводит к боязненности. То есть, этим самым человек хочет сказать, что он знает, что закрывание глаз приводит к смирению в молитве, а пророк Салава Ассалам этого не знал? То есть, на нас ничего не возложено, кроме как следовать за пророком Салава Ассалам. То есть, никто из людей не может нас обязать тем, чем нас не обязал пророк Салава Ассалам. Как, например, шейху Ассалам Абн Таймия. Как шейху Ассалам Абн Таймия, если женщина совершает намаз в свободной, то есть в просторной одежде, и закрывает, покрывает свою голову, то и молитва действительно. И не является обязанным надевать носки. Это то, что пришло нам от матерей правоверных, от жен пророка и также от жен сподвижников. Даже если во время сажда открывается что-то из ее ступней, оголяется, то это не портит ее молитву, как сказал об этом шейху Ассалам Абн Таймия. И также из наших современных ученых этого мнения придерживает шейху Ассалам Абн Таймия. Поэтому мы не должны обязывать людей тем, чем не обязал нас пророк Салава Ассалам.